«Цыпкин, всё! Пиздашки, Маркуши!» — запалила его промискуитет. «Готовь печень, на следующей неделе будем кабрик обмывать!» Девушки с филфака удивительным образом миксуют изощрённый мат и речи интеллектуала, создавая свой собственный язык в равной степени неповторимый и узнаваемый. И вот что отличает использующих мат как украшение от тех, кто просто не знает других слов. Мнение спорное, но моё, поэтому бесспорное. Образованные граждане редко используют матерные слова по прямому смысловому значению, зато регулярно изобретают что-то новое. Помню мой юношеский восторг от недавно услышанного, как оказалось, классического «Солнечный пизда...» Карина была в этом смысле ювелиром. Цитаты французских эссеистов она чередовала с многообразием нецензурной лексики. Избивала с ног практически любого мужчину, особенно вылезшего из грязи в князи на сверхзвуковой скорости девяностых. Таким был её Марк, которого, кроме как Маркуша, мы не называли. Никто не понял, как из любовника он стал мужем, особенно родители Карины. Но браки известно, где совершаются. Маркуша был старше нас лет на десять, вхож в мир сомнительных товарищей и сколотил на этом входе неплохой капитал. Весёлый и добродушный, если речь шла не о возврате денег, а балдуй, любивший Карину всем сердцем. Но вот другими частями тела он иногда любил других девушек. Первые несколько лет кое-как держался, а потом фактуры у Карины не было, только чуйка. Обычно этого женщине достаточно, но она особо не волновалась. Надо сказать, сама Карина тоже ангелом не была и, вероятно, имела какой-то свой кодекс измен. Если просто хуепутает модели, то поймаю, влипнет на машину новую. Если узнаю про роман, любовь и так далее, сразу вышвырну. У Карины имелся серьёзный папа, спавший и видевший процесс вышвыривания Маркуши. Тем не менее, на каком-то этапе, то ли из профилактики, то ли из любопытства, а скорее гены взыграли, захотелось Карине узнать про мужа чуть больше, чем он сам рассказывал. Я работал в сотовой компании, и из меня почти все вынимали душу насчёт того, как бы что вынуть из телефона любимого. Никак. Да и потом, вот узнаешь ты и что. В папочку соберу. Пригодится. Гены есть гены. Папочка у Карины. Любил папочки. И вот такой звонок. Я знал, что Маркуша рано или поздно влипнет, но решил попробовать спасти ситуацию убеждением. Как запалило-то. Телефон оставил. Ну, я поползала. Понаходила. Ебака наш кнопку «Делит» игнорирует. Не запаролен, что ли, телефон? Ну, сейчас. Но Маркуша же у нас не Лобачевский. Пароль для сейва в отеле изобретать не стал. Оказалось, у него пин-код карточки, такой же и на айфоне. Разумеется, он же. Что нашла? Стандартный ювенальный ебаторий. Но ничего серьёзного. Стареет Маркуша. Но на папочку хватило. Я всё распечатала. Завтра устрою сцену, кину ему на стол и уеду к папе за город. Приваливай на шашлык и шоу. Будешь свидетелем возвращения блудного мужа с последующим распятием. Ты, друг семьи, подтвердишь мои рыдания. На следующий день Карина позвонила сообщить об отмене шоу. Отскочил Маркуша. Накрылся кабрик вагинально. Захожу к нему в кабинет с папочкой и намерениями. Вижу, Маркуша что-то в стол прячет и сам похож на обосравшегося дикобраза. Это как? Ну, весь грозный, иголкий во все стороны. А в глазах ужас. Я прям запарилась, что это он в стол прячет. Дай, думаю, проверю потом. Сделала вид, что просто так зашла. Утром влезла в его стол пусто, как в Маркушиной голове. Но я ещё чуть поискала и нашла. Что нашла? У него с кем роман? Папочку я нашла. Какую? На себя папочку. А там? Там? Там, блядь, по ленинским местам. Не бог весь что, но передумала я кабрик выжимать. Вот ведь Маркуша, хрен как груша. За это и люблю. Так и живут с папочками, спящими. Мирно. В любви и взаимопонимании. А папочки, они такие. Успокаивают. Субтитры пределом. Продолжение следует...